Хорошо, Лидия Юрьевна. Еще не доросла до Юрьевны. Да ладно, что-то. Наверное. Всем привет, друзья. Меня зовут Михаил Климчук. У нас сегодня в гостях агент по страхованию Лидия Сафронова. И мы сегодня как раз зададим все волнующие нас вопросы, которые связаны со страхованием. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушай, скажи, пожалуйста, вот я просто с тобой невдавно общался, и вот мы с тобой начали про страхование говорить. И есть такое понятие, как безубыточный переход. Что это такое вообще? Безубыточный переход, ну, это скорее, конечно, относится к страхованию автомобилей по КАСКО. Если автомобиль страхуют, и происходит смена компаний, и при этом с автомобилем за этот год ничего не произошло, то практически все компании предлагают скидки, бонусы, и достаточно ощутимые для клиента. Слушай, а с чем связан вот этот переход? Почему, скажем так, потребители меняют одну компанию на другую? Ну, мы сейчас говорим про город Сосновый Бор. Ну, в основном потребители меняют одну компанию на другую, как раз-таки в поиске выгоды. То есть в одной компании КАСКО стоит 140 тысяч, клиент приходит, безубыточный клиент приходит в другую компанию, ему компания предлагает 100 тысяч. Некоторые клиенты любят не только поискать компаний, но и агентов поискать, походить по разным точкам в городе, да, и в надежде найти выгоду. Некоторые вот даже за небольшую сумму ходят и ищут именно выгоду. Ну, подожди. Экономия в данном случае сэкономить деньги и получить нормальную услугу для клиентов так же, как и везде, важно. Слушай, но ведь получается все равно, ведь сумма так или иначе, она какая-то должна быть достаточно фиксированная, вот минимум какой-то. Ну, вот если мы сейчас говорим про ОСАГО, то есть ты сейчас говорил, я так понимаю, про КАСКО. Да. Но если мы будем говорить про ОСАГО, ну, вот куда не позвонишь в целом, да, то есть стоимость страховки, она плюс-минус одинаковая. Нет, это было до сентября прошлого года. Ну, можно было действительно посчитать на калькуляторе. Вот, базовый тариф, он был практически во всех страховых компаниях единый, вот как раз-таки там плюс-минус 30 рублей. Сейчас ситуация поменялась. Что касается ОСАГО, то разница в цене теперь между компаниями, она доходит, вот на данный момент сейчас, вот у меня самая большая разница, это 2,200. То есть в одной компании, я считаю, 7,700 там с небольшими копейками, в другой 5,500 с небольшими копейками. То есть 2,200, я считаю, что это ощутимая разница, особенно если учесть, что ОСАГО это у нас обязательный продукт, и многие на этом экономят. Почему нет? Обязательно сделать, да. Есть компании, которые в нашем городе не представлены, ну, в основном, но там разница еще больше может быть. Но там единственная проблема, что куда потом пойдет человек, если не дай бог, в этом возникнет необходимость. То есть я говорю сейчас уже о страховом случае. Сэкономить там тысячу, полторы, 2,200 даже пускай. И в итоге, когда возникнет необходимость обратиться, ездить в Питер, это еще в лучшем случае. Есть такие компании, которые даже, ну, только в интернете, условно говоря, там или Москва, головной офис и все. И все. Человек вроде как и сэкономил, но вроде как и получил какие-то дополнительные хлопоты. Ну, понятно, что, смотри, кого-то может не пугать тот факт, что ему надо поехать в Санкт-Петербург для того, чтобы оформить страховой случай. Но вот эта разница, ну, скажем так, экономия, она выливается во что? Например, снижение страховой суммы. Или это не снижается, вот именно сказывается на неудобстве в том, что тебе придется поехать в другой город. Ну, ОСАГО в пределах 400 тысяч выплата, все, сумма не меняется. Но опять-таки есть компании, которые просто не платят. Или клиент, чтобы получил денежные средства, он должен будет идти в суд. А это, ну, он выиграет суд, но он потратит кучу нервов и времени. Таких случаев достаточно много, когда вот этот вот процесс получения своих денег, выплаты, затягивается на 2-3 месяца, а машина все это время стоит и ждет. или там уже расчет в данном случае, это мое сугубо личное мнение, что клиент не пойдет дальше, скажет, ой, все, ладно, и не надо. Ну, страховые компании некоторые прославились этим. Слава богу, эта компания из города ушла. Слушай, а каким образом происходят выплаты? У регулирования по ОСАГО вообще у клиента должен быть выбор, ремонт или денежная выплата. Денежная выплата – это всегда с учетом износа. То есть чем старше автомобиль, по большому счету, тем больше износ. Что касается ремонта, очень мало компаний, которые предлагают на выбор, что клиент получит деньги, выплату с учетом износа, или получит ремонт. На данный момент, ну, компании проще заплатил и забыл. Опять-таки, по той же самой системе. Заплатил, условно говоря, 30 тысяч, ремонт у человека на 50, пойдет человек судиться и выиграет этот суд, и получит еще эти 20 тысяч. Или, скорее всего, он скажет, да, ну ладно, чего там, не буду я тратить время. И забросит все. И будет довольствоваться тем, что ему дали. Тоже присутствует. На мой взгляд, машины, которые относительно новые, да, ну это до 10 лет, в среднем так. В зависимости, конечно, от ущерба, но, на мой взгляд, правильнее все-таки встать на ремонт, получить полностью всю услугу, да, без машины, да, где-то, может быть, опять-таки, в основном весь ремонт, который осуществляется. На данный момент в городе нет ни одной станции, которая заключила бы договор со страховыми компаниями по урегулированию по ОСАГО. Поэтому, если клиент выбирает ремонт, то он едет только в Петербург. Ну вот видишь, здесь сразу и трудность получается. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, получается, надо ехать в Санкт-Петербург. А для того, чтобы получить страховые деньги, ехать не надо сюда, приезжает, я так понимаю, представитель компании, которая фотографирует, да, оценивает ущерб, я так понимаю. И потом происходят выплаты, и человек уже сам определяется. Но здесь зачастую, я так понимаю, люди, если это какая-то мелкая авария, они зачастую, я так понимаю, не ремонтируются, ездят. А что дальше вот в таких вот случаях? Если человек просто приходит к вам, да, вы же в любом случае, я так понимаю, должны оценивать, то есть заново фотографировать этот автомобиль, ну, чтобы так не получилось. Нет, если все ДТП фиксируются, если у человека, допустим, произошел случай, поврежден бампер, он его там заклеил скотчем и поехал. Но при этом он зафиксировал, получил за это деньги, и общая база существует. То есть у него будет в этой базе отметка, что у него было ДТП с повреждением бампера. И если ему в следующий раз приедут, как я это называю, в этот же бампер, там и плюс багажник, то за бампер ему уже не заплатят. Ему заплатят только за багажник. Бампер будет отказан, отказанно, потому что такой случай у меня тоже у клиента был. Я так понимаю, что если у тебя что-то произошло, то тебе в любом случае перед тем, как прийти заново страховаться, нужно предоставить фото. Нет, нет. По ОСАГО никаких осмотров не будет. Не так все строго. То есть получил деньги, не отремонтировался, ну и пожалуйста. Просто если был любой независимый эксперт, любой компания, тоже будет отметка там выше, что было ДТП, зафиксировано те-то-тето повреждения, все. В том числе, даже если вдруг там не обращался, такое тоже очень редко, но бывает в нашем небольшом городе. Мужчина где-то там поцарапался, условно говоря. Потом ему в бампер приехали, сказали, поменяю, сейчас я поменяю. Ему сказали, извините, в выплате отказано, потому что повреждения не соответствуют тому, что произошло. Было с одной стороны, стало с другой. Ничего не получил. Такое бывает, отказывают даже по ОСАГО. Другой мужчина попробовал сфальсифицировать. У него на самом деле какие-то, видимо, были такие моменты. Ему намеренно на машину повредили. Он позвонил, говорит, Лид, что делать? Я говорю, составляйте европротокол. Он говорит, ну все, ладно, хорошо. Составили европротокол. Он мне не донес сначала информацию, что как бы проходит время. Он говорит, Лид, мне пришло письмо, что мне отказали. Стала разбираться. ему по машине сильно дали, а он составил европротокол, что в него въехали. Ну как бы что-то там подстраивал, подстраивал. В итоге независимая экспертиза установила, что данное повреждение нанесено острым предметом, предположительно топором, поэтому вы ничего не получите. Как же так? Почему вы мне не сказали, что у вас, ну, вы понимаете, что это, ну, как бы подлог, наказуемое. И хорошо, что будет, если нас потом эта страховая компания вообще оставит в числе своих клиентов. Ну, помочь я ему, конечно, ничем не смогла. Тут как бы без вариантов. Ты говорила, что в нашем городе страховые компании не заключают, то есть не страховые компании не заключают, а, скажем так, местные СТО не заключают договор по, скажем так, ремонту страховых автомобилей, у которых наступил страховой случай. А с чем это связано? Я так понимаю, но это же достаточно выгодно, когда к тебе направляется такой достаточно серьезный поток автомобилей, для устранения дефектов после аварии. Работа в данном направлении ведется, но тут СТО-то желают, они прекрасно понимают, что возможно, это действительно принесет доход, но как-то страховые компании жалуются, что загрузка не полная даже в Петербурге, что пока смысла заключать договор хотя бы с одной станцией в Сосновом Бару не имеют особого смысла. Ты знаешь, вот если говорить о том, что в Санкт-Петербурге не все загружены, ну тут такой спорный момент, я считаю, что надо приучать потребителей, даже вот братья в маленьком городе, наоборот, заключать такие договора, чтобы впоследствии, если, например, какой-то недобросовестный исполнитель, в виде какого-то СТО, не соответствует требованиям компании, или там задерживает, или делает недостаточно качественно, то есть прекрасная возможность, мы говорим о том, что человек уже приучился к какой-то такой модели поведения, он может потом впоследствии выбрать другое СТО, или страховая компания, видя, что идут нарекания, тут еще такой момент спорный, вот смотрите, машины в основном до 10 лет, в основном до 3 лет все марки, они на гарантии, то есть если даже человек захочет загнать на СТО, и будет договор с СТО, то при обращении потом к официалу они могут сказать извините, вы где-то ремонтировались, все, вы сняты с гарантией, такое тоже может быть, поэтому тут как бы такой вопрос сложный, вот так вот просто взять и любое СТО сказать, о, давайте все заключаем, и я, насколько знаю, у одного только предпринимателя имеются лицензии на несколько марок автомобилей, которые он может официально масло менять, еще какие-то моменты, но так, чтобы прям вот все сразу тяжеловато наверное будет, поэтому такой спорный вопрос, но в любом случае работа ведется, возможно в течение этого года кто-то кому-то повезет или не повезет и с ним заключат договор. Слушай, скажи, пожалуйста, вот как и с многими другими возможно бизнесами, то есть у каждого бизнеса есть некое недопонимание, это как бы провоцирует на возникновение каких-то слухов, мифов, о каких-нибудь слухах и мифах ты можешь сейчас рассказать, именно связанные со страхованием? Чтобы было понятно, ты являешься страховым специалистом, который занимается работать не с одной компанией и предлагает услуги не одной компании, правильно же? То есть есть, может быть, какие-то небольшие нюансы, о которых мы, обычные пользователи, не знаем? Ну, я чуть-чуть прямо издалека начну, да, благодаря тому, что в Советском Союзе был вот этот гос-страх, когда тетенька там приходила во все квартиры по 3-10 или у кого как рубль 78 забирала. Тот, кто купит билеты в пачку, тот получит водокачку. Да, и в принципе на этом страхование заканчивалось. Просто отдали деньги, за что отдали. Культура страхования в стране как бы по большому счету можно говорить, что нет. Поэтому сложно донести до человека, что вы поймите это или любимое тоже выражение у многих клиентов. Мне пока не надо. Потом когда надо уже ничем помочь не можешь. Или ой, да я вообще молодец, у меня вообще все будет хорошо. Стаж большой, например, 30 лет. Да, я 30 лет за рулем, мне не надо. Мне вообще все равно где будет урегулирование, мне не надо. И в итоге оказывается, что надо. И за это приходится либо дополнительно доплачивать, либо ехать в Петербург и так далее. Распространенный миф, что страхование не заплатит. Вот самое такое, благодаря той культуре страхования, которую нам оставил Советский Союз, или же допустим после развала 90-е, 2000-е, одна из компаний, еще будучи, вот прям портфель так называемый, переняв, очень многие дачники страховали в этой компании, там, бабушки, девушки, по памяти. У меня родственники сами столкнулись с таким моментом, бабушка страховала, мама страховала, отец страховал, и в 2006-м году сгорел дом. Остался фундамент и от печи. Они получили 5% от суммы, на которую страховали. А с чем это связано? С тем, что было прописано, что при... Есть такое понятие годные остатки, и вот если годные остатки это фундамент и печь, бетонные конструкции, то выплата будет составлять 5%. И никто даже не вникал, когда по-доброму, по-соседски ходили эти агенты по этим домам, им платили за это деньги, а в итоге, когда происходило страховое событие, люди получали очень маленькие выплаты, и, конечно же, мягко говоря, были расстроены. Вот мой родственник, когда эта женщина, он ее там нашел, он там чуть ли не физическое воздействие на нее пытался оказывать, потому что для него это был шок, он, ну, как бы верил. И теперь, когда вот только в прошлом году они на этом фундаменте собрали денег, поставили дом, уже из негорючих материалов, когда я ему говорю, дядя Саня, дом будем страховать? Он говорит, иди отсюда, иди отсюда, и даже слышать не хочу. Хотя, как бы, мое мнение, что имущество, недвижимость свою, автомобили вообще бесспорно, потому что, когда мне говорят, я молодец, мне не надо, я говорю, вы молодец, а вот кто едет рядом, вы не знаете, вы не знаете, что в этот момент у человека в голове, что происходит, в каком он состоянии. Поэтому, ну, и недвижимость тоже на новогодние праздники, опять-таки, поехала я вот к этим родственникам, под Гачино, они у меня живут, мы едем, и буквально там через четыре дома от них горит дом деревянный. и, ну, вот у меня, ну, вот прям, мне сразу я такая человечная чересчур, думаю, господи, бедные люди, как же они теперь будут, ой, хоть бы у них было застраховано, вот, ну, вот такое, поэтому надо страховать. Слушай, ну, вот так вот, ближе, как говорится, к цифрам, 100 квадратных метров деревянного дома, сколько стоит примерно страховка? Нет, не так будет расчет, расчет стоит, сколько стоит построить такой же дом? Ну, 100 квадратных метров? Ну, это где-то примерно 3 800-4 200, где-то так. Ну, это там без каких-то там внутренних там. Вот давайте не ваш пример возьмем, возьмем тогда мой пример, с которым вот я вчера-сегодня работаю. Дом стоит 2 100, страхование на год около 12 000. Ну, 1000 рублей в месяц. Грубо говоря, да. А компенсация какая? Есть разные. Вот тут тоже есть компании, которые компенсируют полностью, то есть на 4 200 застраховал, остался у тебя фундамент, осталось там у тебя еще что-то, годные остатки. Тебе выплатят за минусом. Фундамент это в основном 20% от суммы, в среднем. Есть компании, которые выплачивают полностью, а есть которые с учетом годных остатков. Соответственно, если деревянный дом стоит на бетонном фундаменте, фундамент остался, и он будет признан годным для дальнейшей эксплуатации, то есть, соответственно, постройки нового дома, значит, минус 20% от этой суммы. Другая компания платит полностью, неважно, бетонный, деревянный, 4200, значит, и получит. И сколько такая будет стоить? 12? Ну, вот на 2200, вот я сейчас считаю, где-то 12000. Но, опять-таки, по страхованию недвижимости всегда есть какие-то спецпредложения, скидки и так далее, и тому подобное. То есть, всегда можно, имея своего страхового агента, так скажем, подгадает, всегда подберет. Вот у меня есть человек, который год ходил, размышлял, размышлял, мы с ним периодически об этом разговаривали, потом, когда пошла скидка минус 50% на негорючие дома, все, надо брать. Все, я ему позвонила, говорю, надо брать. Он говорит, берем, все. То есть, так дом стоил там около с 48, а мы вышли на 23. То есть, ну, дерево подороже, когда печь в доме есть или камин, соответственно, чуть дороже. Ну, так, я не считаю, что это прям какие-то большие деньги. Есть дорогие дома, которые там по лесу выходят по 40 и выше, но в основном, как бы, да, мы все-таки в средний класс, которому, вот как раз-таки, если что-то происходит, где берем деньги? Идем, лезем в какие-то долги, кредиты, ищем какие-то там. А когда даже есть еще такой миф, что ой, да я потом замучаюсь ждать эти деньги. Тоже такое часто слышу от своих клиентов. ой, так это же будет долго. Я потом замучаюсь справки собирать. ничего сложного. Опять-таки, если сумма весомая, в любом случае, да, для тебя, там, на миллион, сходить один раз, там, условно говоря, там, в МЧС и два раза в страх компании, не вижу сложности. Слушай, а по поводу страхования физической клиции, я сейчас просто к чему подхожу. У нас есть обязательное страхование, это когда мы работаем, ну, как ИП, неважно, то есть, или как наемные работники, как физические лица, у нас есть обязательное страхование медицинское. Но ведь мы прекрасно понимаем, что, наверное, мы хотели бы получать помощь совершенно в других условиях. И вот, вот это обязательное страхование, оно ведет к тому, что существует некая монополия. Монополия на изымание части доходов граждан для того, чтобы поддерживать достаточно неэффективное место, где люди могут получать медицинскую помощь. Как ты думаешь, это, во-первых, будет меняться как-то, вот это отношение, чтобы я, например, отчисляя часть своего дохода, имел право прийти, то есть, заплатить не фонд обязательного медицинского страхования государственного, а, например, прийти в страховую компанию, которая за меня, а, борется, б, ищет те центры, которые могут и оказывают качественную, вообще, предоставляют качественную услугу, чтобы с ними заключать договор, потому что нужна конкуренция в этом, на этом рынке страхования. Ты вот как думаешь, вот твой взгляд? Вот я на самом деле с ОМС, обязательно медицинское страхование, да, которым мы все так или иначе у кого-то просто лежит, и все ходят там в коммерческие центры медицинские, кто-то ходит именно в нашу местную больницу, вот. мне кажется, по ОМС пока ничего хорошего ждать, наверное, все-таки не стоит. Я думаю, что основное все-таки переведется в платные услуги, и по этому полюсу мы будем получать самый минимум. Ну, это не через год, не через два, но я думаю, что лет через пять-десять мы уже даже такого плохого качества услуг не сможем бесплатно получить. Это вот мое тоже личное мнение, но на самом деле по поводу ОМС, тут чуть-чуть скажу, может, как-то даже в защиту. Я очень редко обращаюсь в платные медицинские центры. Я получаю ОМС практически все услуги. Я сделала года четыре назад бесплатную операцию, которая стоила в частном где-то тысяч шестьдесят. Да, я постояла в очереди, но как бы тут опять-таки как подойдешь. И мне ее сделали нисколько не хуже, а может даже лучше, чем я бы пошла в платную клинику. Что касается просто чуть-чуть надо терпения, то, что там такое отношение своеобразное, это практически по всей стране, тут ничего не сделаешь. За свои права в нашей стране надо бороться. Ну вот мы сейчас и подходим к самому главному, что если будет выбор, неважно, вот там прикинуть 5,1% от скажем так заработной платы, например, от 15 тысяч, это примерно 76 рублей в месяц. 15 тысяч идет в фонд обязательного медицинского страхования. Понятно, если человек, который зарабатывает 60 тысяч, то мы прекрасно понимаем, что это уже где-то рублей 300 в месяц. Ну, может быть, человек все-таки отдает 300 рублей вот в этом случае, может, ему интереснее добавить 700 рублей и получить совершенно другую медицинскую страховку, которая, наверное, даст ему намного больше. Сейчас просто к чему? Я соприкасался со страховыми компаниями касаемо медицинского страхования. Просто есть такой вариант, когда ты даже чуть-чуть больше платишь, но у тебя там идет как накопление каких-то денег, если ты даже где-то не болел, но эти деньги, грубо говоря, как-то рефинансируются. Нет, они никуда не рефинансируются. Не рефинансируются. Фонд ОМС платит деньги страховым компаниям за каждого группу, говоря, человека и на оказанные услуги. Все, вот, опять-таки, сейчас я можно на себя перетяну. Два года назад. Ай, болит, 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 да ладно, болит, некогда, болит и ладно. В итоге, в какой-то вечер я уже понимаю, что я за день выпила три таблетки обезболивающего, у меня все равно болит. Это было накануне 8 марта, какие-то были планы там выходные и так далее, и тому подобное. Так как я недалеко живу от ЦИМСЧ, я просто говорю, пошли. Муж, пришли, все, мне говорят, надо ложиться в больницу. Я потом зашла, через какое-то время, и посмотрела. Я пролежала в больнице 7 дней. Мне за это время там обследовали, там, какие-то витаминки и УЗИ и всякое, все со мной сделали. Я зашла и посмотрела. За меня государство заплатило 28 тысяч за эти дни. Вот, если мне в тот момент сказали ложись и дай нам 28 тысяч, я бы точно не легла. Ну, вот, я бы сказала спасибо не надо. Худо-бедно, как бы, да? Что касается вот этого момента, о чем вы говорите, есть полисы ДМС. Вот эти полисы ДМС, они в принципе есть достаточно много, практически все компании предлагают. Но опять-таки тут у нас в городе проблематично, вот допустим, один из известнейших медицинских центров ни с одной страховой компании не имеет договора, хотя у него есть в этом центре оборудование, которых нет аналогов в других центрах, которые более, так скажем, уже раскручены и на слуху. И тоже уже несколько раз страховые отправляют запрос, говорят, давайте, вы будете тоже. Этот центр говорит, нет, нам не надо, нам это неинтересно. Им интересно, когда человек пришел, положил живые деньги и получил эти обследования. Это мое мнение, я так полагаю. Потому что даже буквально ноябрь-декабрь прошлого года очередной клиент мне сказал, я хочу ходить туда, мне надо, я туда хожу. Мы писали письмо, вышестоящее руководство выходило на связь с их руководством, сказали, мы не планируем заключение с вашим договором. Поэтому любой человек опять-таки может прийти и купить себе полис ДМС. В принципе, ну, дороговато, где-то среднего возраста от 32 тысяч за год. С одной стороны, дороговато сразу выложить эту сумму, с другой стороны, тут надо понимать, что если мы идем один раз хотя бы в год в медцентр, то 3-5 тысяч это самое такое прием, первые анализы и вторичный прием, плюс еще там УЗИ какие-нибудь, еще что-то, это все стоит денег. И если посчитать, выходит, мне кажется, если у кого-то есть проблемы со здоровьем, основания обращаться, то да. Тут опять-таки о культуре страхования. Очень мало кто приходит и говорит, я хочу ДМС, дай мне ДМС, я буду просто, чтобы он у меня был, чтобы если со мной что-то произойдет, чтобы я пошел в маломестную палату, получил высший уровень, чтобы даже те же врачи посмотрели по-другому. Единицы можно сказать даже нет. А вот когда уже что-то произошло, сколько будет стоить? Я всегда, когда клиент не звонит и говорит, Лид, мне на ДМС маме, себе, детям, я сразу всегда задаю первый вопрос, что случилось? Потому что я понимаю, что человек за ДМС просто так не пойдет. Значит, что-то нужно. И уже в процессе диалога я понимаю и озвучиваю, что если мы сейчас поставим вот это заболевание, то либо будет у нас наценка, либо это будет не страховой случай. по нему мы какие-то обследования проведем, но допустим, если потребуется операция или что-то еще, то клиенту просто откажут. А не указывать мы тоже не можем, потому что в карточке уже это все зафиксировано, что требуется операция и так далее и тому подобное. Тут как бы тоже имеет место быть. Слушай, а на основе чего скажем так люди выбирают ту или иную страховую компанию? Потому что ты работаешь со многими страховыми компаниями. Бывают различные вот такие предпочтения, при том, что ты, например, знаешь, что может быть человеку выгоднее начать работать совершенно в другой компании. Мы уже говорили про переход вот этот комфортный от одной страховой компании в другой. Чем все-таки люди руководствуются? И слышат они самое главное доводы, которые вы приводите? Ну, с этим тяжело. Опять-таки кто-то... Город маленький, все равно как бы в Петербурге, допустим, с этим попроще. Там нет такого о, я буду только в этой компании, потому что там... Потому что все хорошо. здесь как бы обожглись на одной компании, ушли в другую, та вроде как бы неплохая, все, буду только в ней, никуда больше не пойду и смотреть никуда не буду. Есть такие клиенты, которые прям привержены одной компании, я говорю, хорошо, ладно, без проблем. но тут же я им всегда проговариваю, что есть выбор сейчас особенный после с конца прошлого года и сейчас до сих пор вот этот так называемый базовый тариф, он гуляет достаточно сильно. Одному человеку встает базовый тариф там 3,578, а в другой компании базовый тариф встает 5,936. Базовый тариф это от чего начинает идти цена. Потом вот эта персональная скидка водителя КБМ так называемый и мощность автомобиля и так далее. То есть убедить клиента, что есть что-то лучше достаточно тяжело, но тут как бы в какой-то степени наверное срабатывает. Потому что у меня очень много людей, которые со мной не один год, 3-4 года. То есть они если до этого я им однозначно предлагала только одну компанию, я ее представляла, то теперь когда я предлагаю выбор, но я исхожу из чего? Урегулирование в пределах города, то есть прием документов первоначальная стадия, чтобы это не надо было сразу искать правды за 80 километров урегулирование в городе, ну и нормальные выплаты. Потому что компании платят по-разному. Кто-то получше, кто-то похуже, кто-то предлагает ремонт, кто-то не предлагает ремонт. На мой взгляд, я считаю, что у клиента должен быть выбор. просто некоторые компании вот, все, выплата, все, и идите. Ничего мы вам там, клиент даже некоторые говорят, я хочу, чтобы меня отремонтировали. По закону же должны, должны, но компания все равно, ну там, если уж по-настойчивой быть, возможно, что-то и получится добиться. И может быть, даже отремонтировать. То есть я так понимаю, что ты страховые полюса некоторых компаний, скажем так, не продаешь. Вот по этим причинам, да? Да, однозначно. Когда открыли с коллегой свой кабинет и вышли предлагать много, звонила там какая-то компания, ой, мы молодцы, ой, мы там, у нас базовый тариф вообще вот прям смешной. Как и простые пользователи, как бы сначала мы посмотрели там рейтинги, что ее там не то, что в десятки, даже в 50 не входит. Посмотрели рейтинги, почитали отзывы, зашли, промониторили, я говорю, спасибо, вы нам не подходите. Почему? Вы знаете, мы сейчас будем развиваться, мы вот уже в области очень хорошо представлены, офис один в Гатчине, все, очень хорошо представлены, проходит три месяца, как бы мы же получаем новостные расценки, компания такая-то, такая-то, лишена лицензии, все, ее нет. И вот на данный момент я предлагаю только вот в чем уверена, вот на 99,9 есть там тоже там какие-то названия, мужчина пишет, о, Лид, ты знаешь, там было дешевле, я там сделала, и я точно знаю, что мне не пригодится, я говорю, хороша, я подожду, я за вас очень рада, я вам всегда желаю добра, я всегда за вас молюсь, когда вас застраховала, но когда я вас не застраховала, мы потом вместе ищем ходы-выходы, что же нам теперь делать, потому что вот даже, допустим, есть компания, которая полностью работает в интернете, она предлагает огромные скидки клиентам, кэшбэк дает, наверное, одна из компаний, которая при приобретении полис, там до 30% доходит, кэшбэк за покупку полиса, но я не знаю, куда идут потом люди, чтобы что-то получить, если они купили напрямую через интернет, напрямую в компанию, куда им идти, ну был такой момент, что мы там на горячей линии этой компании, куда, пожалуйста, скажите, куда, чего, ну урегулировали, конечно, все сделали, но вот этот вот лишние движения, звонки и слушание музыки на горячей линии, для меня, допустим, это вообще тяжело, но все решаемо, но это будет сложнее, конечно. Слушай, ну смотри, есть у нас одна интересная компания, точнее банк, который всем сказал, что у нас офисов нету, кроме главного офиса в Москве. Мы говорим об одном и том же. Да, я понимаю, о чем мы сейчас, наверное, и говорили, и продолжаем говорить, но ты знаешь, это ведь, вот эта модель, она снижает расходы, просто вот ты сказала до этого, что работала конкретно, я знаю, какой конкретно ты работала в страховой компании, вот, ну и потом ты перешла, да, и точнее, не просто перешла, открыла свой кабинет, вот, и стала специалистом, который работает не с одной компанией, а с десятками компаний, да, вот. Но ведь получается, что вот эта модель, она так или иначе захватит современный мир, потому что, ну, с точки зрения потребления, предоставления услуг, а также, да, что тут говорить, там есть такие компании, как Wildberries, которые заменили практически здоровую половину торговых центров, то есть эта модель, она имеет право на существование, но в любом случае, это как бы логистические решения, то есть каким вот образом вы действительно можете оказать услугу, потому что, ну, если говорить про этот банк, ну, они, в принципе, достаточно хорошо, и их модель сейчас начинает все активнее, активнее себе забирать их конкуренты, использовать ее точно. на самом деле, я знаю одну компанию, которая около трех лет назад, может, чуть-чуть побольше, она отказалась от агентского штата, практически всех сократила, сказала, спасибо, мы будем работать в интернете, мы будем экономить на вас, ребята, на вашем живом общении с клиентом, мы, клиент будет нажимать кнопки, по прошествии вот этого времени, в прошлом году компания, наоборот, приняла решение оптимизировать агентскую сеть, базу, потому что в магазин, да, в интернет-магазин, я имею в виду товаров, да, особенно вот взятый вами пример, Wildberries, пришел, потрогал, посмотрел, не понравилось, отдал, тут как бы такой момент, страхование, вы покупаете же, то, чего не потрогать, не пощупать, и вообще непонятно, надо ли вам это, 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 ну, это ничего, вы покупаете свое, свою защиту, на случай, если вдруг, еще, кстати, вот о мифах, некоторые думают, откупил, должно обязательно пригодиться, я застраховал в прошлом году свою жизнь за 2,450, и ничего, у меня ничего не произошло, я выкинул деньги на ветер, я говорю, вы не выкинули деньги на ветер, вы все это время знали, что у вас все будет хорошо, если не дай бог что, или если не дай бог уход из жизни, то ваши наследники, близкие, родственники получат выплат, не, так не пойдет, многие убеждены, что вот купил какой-то полис, он обязательно должен пригодиться, надо, если не пригодился, зря потратил деньги, ну, честно, русский человек всегда ищет выгода, что касается, вот опять-таки, агент может рассказать, сказать, объяснить, донести до клиента то, что, в принципе, самому в интернете, я не думаю, что, о, а не застраховать ли мне себя, о, почитаю я про это, там просто настолько огромный объем информации, что еще и словечки умные, поэтому достаточно сложно, а по поводу того, что все уходит в интернет, ну, пандемия подтолкнула, конечно, сыграла свою роль в этом плане, но только долго еще у нас в стране будет все-таки сесть поговорить по-человечески, это будет ближе, чем, о, почитай, посмотри, и там, и так далее, и тому подобное, есть, такие, фирмы, наверное, да, я как потребитель тоже с этим иногда сталкиваюсь, вы можете посмотреть у нас на сайте, простите, я не хочу, ну, честно, да, у вас крутой, красивый сайт, но я вот нажала три кнопки, все, я заблудилась, пожалуйста, расскажите мне вот что, вот, почитайте там, вам все будет понятно, все, это считайте, что меня отправили, я туда уже не пойду, это потерянный клиент, да, я уже туда не пойду, а когда мне человек звонит и говорит, Лит, а если вот это, а если вот это, а вот что, а вот как, и так далее, и тому подобное, тут, и опять-таки, когда, если бы даже я сейчас, да, сидела и умными словами говорила, наверное, бы не так было понятно, и воспринималась информация, живое общение никуда не уйдет, еще достаточно долго, я думаю, что 10-20-30 точно. Слушай, а что тебя потолкнуло на то, чтобы открыть свой кабинет? Ну, с течения обстоятельств, много что сыграла, я в 19-м году, где-то в ноябре, я же все равно девочка, я до этого, значит, хожу, общаюсь с друзьями, говорю, я себя пережила, мне уже там неинтересно, ну, как-то вот все у меня давит, потому что, ну, вот это, ну, вот там какие-то в коллективе, что-то вот как-то, какие-то моменты, но в ноябре, конец года, гороскоп на 20-й год, ни в коем случае, вам не надо в 20-м году начинать бизнес, ничего не меняйте, и я так и думаю, ладно, еще чуть-чуть поработаю, и все, и не буду, все, потом, в 21-м году, ну, а потом так сошлись звезды, что все-таки в марте 20-го пришлось открыть, я была к этому не совсем готова, но, в принципе, я благодарна, что все так сложилось, потому что сейчас я уже, допустим, когда я представляла одну компанию, я вообще свято верила, что она самая лучшая, я вот была в этом убеждена, мне муж всегда говорил, ты фанатик, ты фанатик своей компании, ты только о ней говоришь, я говорю, да нет, ты знаешь, ну, вот как-то, сейчас, когда я уже попробовала то, 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 я знаю, что ничто не идеально, и всегда можно найти что-то лучшее, и оптимальное, где-то, конечно, я говорю, только в эту компанию, вот, только там, только туда, остальные, как бы, ну, вот, под клиента, именно под, можно подобрать то, что действительно нужно и важно, потому что у каждой страховой компании, не касаемо ОСАГО, а добровольных, видов, у каждой свои какие-то особенности, поэтому, ну, можно сказать, что, сейчас я уже специалист, и точно знаю, что надо, в какой момент, и где предложить, чтобы было точно, как нужно. Слушай, ну, а с чего начинал, потому что это ведь свободное плавание, начать с нуля, это достаточно так, серьезный шаг. вот в этой одной компании я проработала три года, три с лишним, по-моему, поэтому, ну, и знакомство, как бы, зарекомендовав себя уже, как профессионал в своей области, да, в принципе, многие все равно звонили, писали, ну, вот опять-таки, я говорю, вообще не возвращайся, да, коммуникация важная составляющая. убедить, сказать человеку, вот, давайте теперь не здесь, а здесь, здесь будет и дешевле, и условия те же, такое, адепты, да, нет, только там, хорошо, только там, но там цена такая, здесь такая, ой, ну, ладно, давайте, давайте попробуем, посмотрим, что будет. То есть сработало все-таки личное обаяние, я так понимаю? Наверное, умение общаться с клиентом, и почти 24 на 7 с телефоном, как бы. Как живешь ты с этой, с этой ношей? Я живу нормально, мужу не очень нравится. Когда человек звонит в 9.30 утра в воскресенье, говорит, слушай, у нас там через месяц с тобой полис подходит, я говорю, я думала, что-то случилось, не, ничего не случилось, я к тебе через 3 недели приду, я вас люблю. И теперь, ну, как бы, я говорю, я почти всегда на связи, если я не ответила, если у вас что-то срочное, вы можете мне написать, я пойму, что это срочно, я вам сразу перезвоню. То есть, как бы, даже когда клиент попадает в ситуации, в такие вот, бывает, там, звонит мужчина, Лида, Лида, помоги, помоги. Я говорю, что случилось? Лида, у меня машину разбили, все, я не знаю, что делать, помоги мне срочно. Я говорю, я сейчас чем могу помочь? Вы ГАИ вызвали? Да, я ГАИ вызвала, но ты мне номер полиса скажи, он у меня в бардачке зажат. Я говорю, все, сейчас хорошо, сейчас все скажу, пять минут, успокойте, все целы, все живы, все хорошо. Машины – это железо. Там, ну, как бы, а что делать, а что делать? Тоже, мужчина говорит, ну, когда машина, есть такое понятие, еще утрата товарной стоимости, когда машина первый раз попадает в ДТП, до пяти лет возраст машины, то человек по ОСАГО может заявить еще такую выплату, как утрата товарной стоимости. Есть такое понятие. Платят по-разному. Вообще, эта тема такая прям сложная-сложная. Я вот минимум то, что мне надо знать, как страховому агенту, я знаю. Сколько и как кому платят, я еще эту формулу не выучила, потому что на самом деле мало кто за этим обращается. По незнанию. Звонит мне, значит, тут тоже, уже можно сказать, знакомый. Говорит, вот так и так. ДТП. Я говорю, так, еще подаем, говорю, сразу параллельно на утрату товарной стоимости. А почему я не подавал? Я говорю, слушайте, когда у вашей машины первый раз было ДТП, вы меня еще не знали. Вот на этой машине мы идем и подаем. А сколько? Я говорю, не знаю. Давайте мы подадим документ. даже если там будет 7-10 тысяч, я думаю, что вам будет приятно их получить просто так. Да, нам надо будет еще написать одну бумажку и еще 3 отсканировать и отправить. то есть, ну, о чем мы? Я забыла. Я про эту утрату товарной стоимости, для меня это вообще очень тяжело, прямо у меня мозг сразу начинает взрываться. Как говорится, 7 тысяч, 10 тысяч, это вроде бы немного, да, но на собачку, которая кивает головой, хватит. Да. Это факт. Поэтому в любом случае надо общаться со своим специалистом, да, это классно, когда есть ты и есть у тебя, точнее, ты есть у них. Вот. Я пользуюсь. И они у меня. Да, и они у тебя. Слушай, у тебя же были, давай так, ты же сначала открывала и становилась индивидуальным предпринимателем, да, но потом по каким-то причинам отказалась. Да. При том, чтобы открыть ИП, я тут приложил небольшое участие, да, расскажи. Ну, мне не понравилось. Что именно? Мне не понравилось БТП, я пока к этому не готова. Я скорее склоняюсь к тому, что это проблема именно в моей финансовой неграмотности. Возможно, я к этому приду. Сейчас я со всеми компаниями, как физик, заключила договор с брокерами, с компаниями напрямую, то есть тут как бы значения не имеет, но пока мне проще так, потому что когда ты в чем-то не, ну, вот это мое видение, если я в чем-то не разбираюсь, я либо об этом не говорю, либо включаю девочку, улыбаюсь и говорю, как классно, а что это? Поэтому мне пока не зашло, мне проще платить государству 13% от всех доходов и спокойно спать. не думая о том, что, о боже, у меня же там скоро налоги, ой, а какой мне лучше выбрать, там, доходы плюс расходы или только доходы и все это остальное. Это для меня пока еще темный лес, так скажем, поэтому я думаю, что если все будет хорошо, я верю, что все будет хорошо, года через два я вернусь к этому вопросу. Я обязательно спрошу у вас. Вы профессионал? Ну, чтобы было понятно, у меня вот, например, у меня есть и компания, у меня есть и ИП, ну, по ИП у меня, например, за первый квартал набегает 150 тысяч. Вообще ужас какой? Ну, это немного. То есть, конечно, надо работать над тем, чтобы снижать расходы, вот, но если ты, опять же, в одном где-то теряешь, то в другом где-то зарабатываешь, потому что бизнес и вообще предпринимательская деятельность, это, скажем так, контроль над тем, ну, вообще не может бизнес существовать, если у тебя есть только одни доходы. То есть, у тебя должен быть проходить какой-то процесс, то есть, кроме доходов, ты должен, у тебя должен быть поток расходов. И вот самое главное, наверное, это контроль над расходами. Насколько хорошо ты понимаешь все эти процессы. Я тебе даже больше скажу, ты не одинока в этом процессе. Я всем об этом говорю, что для того, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно, нужно просто взять табличку, положить сюда, положить сюда, сделать сверху, сделать какой-то маломайский анализ и уже принять для себя какое-то решение. Я просто говорю о том, что даже есть крупный бизнес, средний, крупный, можно сказать, крупный даже, достаточно такой крупный, ну, в нашем, может быть, понимании, чтобы было понятно, 150 тысяч, это не такие большие деньги. я вообще за 10 лет городу Сосновый Бор подогнал 30 миллионов. но об этом никто не знает. И не вспомнит. Слушай, за 10 лет мне никто не позвонил. У нас тут тоже есть комитет по развитию предпринимательской деятельности в городе Сосновый Бор. никто не вручил. Я надеюсь, что вот в мае этого года, так как я занимаюсь интерактивными подкастами, мне кто-нибудь позвонит и скажет, ребят, а, не ребят, точнее, ладно, Михаил Михайлович, ладно, можно Михаил? подойди, пожалуйста, мы тебя вот, как вот предприниматели, которые регулярно вкладывают и вносят свою лепту в этот город, давай-ка мы хотя бы тебе, ну, не знаю, не надо целиком, дайте хотя бы половину от этой грамоты, я буду счастлив. Мы столько лет тебя не замечали, теперь мы оценили. Приди, получи половинку грамоты. Можете указать меня хотя бы на обратной стороне, чтобы не было видно. Я на это тоже соглашусь. Так, давай, как тебя найти и твои пожелания? Ой, найти меня очень просто. Я по будним дням с 8.30 в офисе на красных фортов 20А, это старый, как мы говорим, старый бывший детский сад, кабинет 118. Ну, если кому-то очень нужно, то у вас большая телефонная книга, пусть позвонят вам и спросят. Я с радостью... Телефон можно будет указать в описании? Можно, конечно. Пусть звонят, так не балуются. Ну, и не знаю, как другим, но мне налили кофе. Я сразу говорю, вот мне налили кофе со слюхами. почти всем. Почти всем, да. Почти всем. Кто желает, да. Какие твои пожелания людям, которые, может быть, что-то не знают? Острахование, да. Можно нескромно пожелать? Давай. Приходите, будем разговаривать, буду... Биться за ваш кошелек, повышать культуру. Страхование буду привносить в ваши дома, да. Буду просвещать, помогать и почти всегда буду на связи. Ну, я хочу напомнить, что в гостях у нас была Лидия Сафронова. Это специалист, который разбирается в большом количестве страховых компаний и специалист, который найдет вам оптимальное решение, которое позволит вам и сэкономить, а также не страдать, когда наступает страховой случай. А на этом все. С вами был Михаил Климчук и Лидия Сафронова. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok